Не хочу вас пугать, но паучий шелк – один из самых прочных материалов на планете. Кевлар, из которого сделаны бронежилеты, не такой крепкий, как вещество, производимое в организме пауков. В это сложно поверить, ведь если прикоснуться к паутине, она тут же порвется. Все потому, что пауки выделяют очень тонкую нить. Нить из большинства металлов такой толщины тоже бы легко порвалась. Хорошие новости. На планете нет огромных пауков, а значит вы не угодите в их ловушку. Плохие новости. Если тысяча пауков со своим прочнейшим шелком решат объединиться и сплести одну паутину, у вас будут проблемы. Хе-хе. Самый прочный шелк производит паук-кругопряд Дарвина. Его паутина в два раза крепче, чем у других видов. Этот паук мельче, чем большинство сородичей, что не мешает ему быть одним из самых грозных хищников в мире. Площадь его паутины приближается к трем квадратным метрам. И эта сеть подвешена над реками на невероятно длинных нитях. Самки данного вида выстреливают шелком, его подхватывает ветер над водой и относят к другому берегу, где он цепляется за дерево или куст. Расстояние может превышать 25 метров. Такое чудо природы, встречается только в тропических джунглях Мадагаскара. Представьте, что несколько сотен пауков-кругопрядов Дарвина сплели толстую паутину над рекой, а вы в этот момент плывете внизу по течению в каяке. Вы не замечаете ловушку заранее, а потом уже слишком поздно. Вы угодили в шелк, каяк уплыл из-под вас, а вы повисли в воздухе. Тысячи нитей паутины завибрировали, давая паукам понять, что ужин почти готов. У вас с собой ни ножичка, ни мачете, чтобы прорубить путь к свободе. В такой ситуации стоит поберечь силы и энергию. Чем сильнее вы брыкаетесь, тем больше запутываетесь. Паутина липкая – это факт. Так что чем больше вы двигаетесь, тем больше собираете на себя клея замедляющего движения. Кстати, существует группа пауков-кребелятов, чья паутина абсолютно сухая. Но их нити окружены облаками невероятно тонкого шелка. Если жертва начинает шевелиться, облака становятся крепче, запутывая насекомое все сильнее. Когда насекомое попадает в сети паука, особенно принадлежащего к небольшим видам, тот не сразу бежит к добыче. Паук выжидает, пока она не выбьется из сил и не перестанет сопротивляться. Затем он аккуратно подползает к своему обеду и выплювывает пищеварительную жидкость с ядом. Это означает, что процесс пищеварения начинается не внутри, а снаружи организма паука. Потом охотник заворачивает тело насекомого в шелк, формируя кокон, в котором переваривается жертва. А уже после этого он выпивает пищеварительную жидкость вместе с едой. Весь процесс может повториться несколько раз. Вернемся к вам. Вы все еще висите в паутине. Вы понимаете, какой ужас вот-вот произойдет с вами, и мозг лихорадочно ищет пути к спасению. Со всех сторон сотни маленьких пауков бегут к вам, предвкушая пир. Время на исходе. И тот вас осеняет. Вы высвобождаетесь из одежды и падаете в реку. Да, вы почти голый посреди джунглей Мадагаскара. Но это лучше, чем стать ужином для кучи пауков. Вы наблюдаете, как они карабкаются по вашей одежде и заворачивают ее в кокон. А теперь переходим к пираньям. Шутка. Некоторые пауки впрыскивают в организм жертвы сильный яд, который растворяет добычу изнутри. Но худший вариант ожидает насекомое, угодившее на территорию паука, филопонелла висина. Этот паук вообще не пользуется ядом. Когда небольшое насекомое попадает в паутину, охотник быстро подбегает, скручивает его и, вытягивая шелк задними лапками, продолжает оборачивать добычу. На это уходит много шелка, до 140 метров. Это в два раза больше длины пассажирского Боинга. Одновременно с этим паук поворачивает жертву 28 тысяч раз. Насекомое буквально расплющивается под таким давлением. Затем паук впрыскивает в кокон пищеварительную жидкость и… Ну, вы поняли. Да, кушать подано. Паутина – это не только ловушка для насекомых. Это глаза и уши паука. Почти у всех пауков слабое зрение, несмотря на то, что у них 6-8 глаз. Мы, люди, сразу видим, когда мушка влетает в паутину, а пауки нет. Они прикасаются к нитям всеми восемью лапками и ощущают вибрацию, которая подсказывает, где находится добыча или повреждение сети. Также мельчайшие колебания дают пауку информацию о влажности воздуха и наличии ветра. Паук различает самые незначительные изменения в структуре паутины, как музыкант слышит, что инструмент расстроен и не попадает в ноту. Я сказал, что почти все пауки плохо видят, но у некоторых видов зрение лучше, чем у людей. И к ним относятся, например, пауки-скакуны. Они различают цвета, которые недоступны людям. Эти пауки также интересны тем, что они не используют паутину для охоты. Они сидят в засаде, а когда на цветок садится муха или жучок, напрыгивают и кусают острыми клыками. Этот маленький хищник способен прыгнуть на расстояние в 50 раз больше длины своего тела. А шелк он использует в качестве страховочного троса, смягчающего падение. Это позволяет пауку не упасть и вернуться в исходное положение, если не удалось поймать добычу. Кстати, пауки-скакуны довольно милые, и многие их держат в качестве домашних животных. Некоторые виды пауков используют шелк для путешествий на большие расстояния. Они выстреливают паутиной, как знаменитый супергерой, и карабкаются с ее помощью. Другие больше полагаются на ветер. Их шелк настолько легкий, что ветер уносит его вместе с пауком. Можно сказать, что эти пауки умеют летать. А еще есть пауки-волки. Они не прыгают и не ползают, а бегают за добычей. И этот факт делает их спринтерами паучьего мира. В отличие от пауков-скакунов, пауки-волки большие и страшные. Когда они догоняют жертву, то впрыскивают в ее организм яд. Такие пауки приспосабливаются к любым условиям, будь то холодные горные вершины, жаркие пустыни или влажные тропические леса. А тем, кто боится и ненавидит пауков, стоит вспомнить, что эти создания контролируют популяцию насекомых. Если бы не пауки, насекомых стало бы настолько много, что все сельскохозяйственная культура оказались бы под угрозой. Пшеница, кукуруза, овощи и фрукты исчезли бы с лица Земли, что привело бы к глобальному продовольственному кризису. Подумайте об этом в следующий раз, когда захотите прихлопнуть паука тапкой. На нашей планете живет около 45 тысяч известных видов пауков. Некоторые ученые считают, что видов, о которых мы пока не знаем, в два раза больше. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.